ПАЙНВЮ ДРАЙВ Настолько много там каких-то общих моментов, графика там, геймплей, но это всё ни в коем случае не делает её плохой игрой, ведь речь вовсе не о безбожном плагиате, скорее наоборот. Да впрочем и неудивительно, разрабы-то те же самые, студия Visual Imagination Software. Ещё чем-то игра напомнила Питии, помните, была такая типа демка, так и не вышедшей новой Silent Hill. Итак, вы в роли девушки, наверное, даже симпатичной, тут сказать сложно, вы в зеркале не отражаетесь, правда на это реагирует даже сама ГГ, говоря что-то вроде... В общем, вы по сюжету приезжаете в свой новый небольшой домик. Небольшой, блин, раз в 20 больше моей хаты. В общем, в небольшой домик в маленьком городке. У вас новая работа, новая жизнь, семья ждёт от вас вестей, вам бы надо лечь, выспаться перед новым днём, но... Нет, эта ночь будет одной из самых длинных в вашей жизни. Если переживёте, конечно. Поначалу, вроде бы, ничего страшного. Вам не спится, и вы просто начинаете бродить по дому, разводите огонь, в камине включаете музыку, можете даже поиграть на стареньком ПК или на Комодоре Амиго. Разогреваете пищу, в общем, просто исследуете дом с небольшим перекусом на ночь. Но что это? Ботинки? Откуда они тут взялись? Вы идёте по следу из разбросанных ботинок и находите записку, в которой говорится, что за вами и вашими детьми следят. И причём уже очень давно. Так происходит сохранение игры и проходит ещё полчаса игрового времени. Остаётся всего 8 с половиной часов до рассвета. Бродя по дому следующие полчаса, вы натыкаетесь на то, что ваши стулья свалены в кучу на столе. В следующие полчаса пропадает ваша морская свинка. И так полчаса и ещё полчаса за получасом начинает происходить всё больше непонятной дичи. Фоновая музыка постепенно начинает нагнетать, появляются непонятные жуткие звуки. И всё больше становится не по себе. И тут вдруг... И скример выскочит. И опять нагнетание. В общем, вот такая вот игрушка. По крайней мере, первую пару часов вы просто бродите по дому, взаимодействуя с различными предметами, обшаривая все, до каких дотянетесь ящики, на предмет батареек, спичек, свечек и прочего. И постепенно всё больше впадая в какую-то тревогу. Всё чаще ждёте вы за углом чего-то жуткого. А дом всё больше будет меняться и пугать вас. И в конце окажется, что... Что? А вот что окажется в конце, вы узнаете, если поиграете сами. Спойлерить мы для вас не будем. Если любите хорроры, в которых пугание происходит не только с помощью одних скримеров, то милости просим. Отличный проект получился на 1-2 вечера. Она не жутко страшная. Кирпичную кладку вы производить тут не будете. Но, тем не менее, в напряжении она вас периодически держать будет. Есть у нас пару вопросов к игре. Например, почему наша главная героиня спокойна, как удав? Что с ней не так? Или почему она не отражается в зеркале? Нет, ну понятно, технические трудности там. Да и сами разрабы над этим походу игры смеются. Но всё же. Мелочь, а в 2018 уже смотрится такси. Возможно, если вы ветеран хорроров, вам игра покажется лёгкой прогулкой. Времена минутноваты даже. Но, тем не менее, как минимум попробовать стоит. Ну, а мы будем прощаться с вами. Увидимся, как всегда, в новых видео. И будьте осторожны по ночам. Возможно, кто-то поджидает вас в соседней комнате. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok